Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist, и вы заметили то, что в последнее время, когда речь заходит про 9 мая, про День Победы, сразу возникает какая-то неловкость. Уже как-то неудобно там с друзьями собраться, чтобы отпраздновать эту дату. И вы спросите меня, почему так получилось, ведь еще лет 10 назад ничего подобного не было. У меня, ребята, есть ответ на этот вопрос. Ведь если в этот день ты выйдешь на улицу, то первый, кого ты встретишь, это будет какая-нибудь нажравшаяся в хлам водяра-свинья, которая с ног до головы увешана черно-оранжевыми ленточками, на которых еще следы блевотина остались предыдущего раза, который докапывается до всех и нарушает общественный порядок. И этот человек искренне считает, что он празднует День Великой Победы. И, естественно, в такой ситуации тебе не хочется стоять рядом с ним, тебе не хочется просто относить себя к таким, как он. С другой стороны, ребята, какая-то безумная тьма зигующей школоты в интернете, которая считает себя супер тонкими троллями 80-го уровня, делает вбросы там по теме нацизма, и когда им пишут, что «Займись делом, малолетний дебил», начинают сразу же орать, что «Азаза, у вас ты бомбит, лавка затрален!» Мы все, ребята, наблюдаем информационное давление со стороны СМИ и масс-медиа, которые нам каждый год пытаются показать очередной фильм или сериал, в котором вся история перевирается, показано то, что Красная Армия сражалась, значит, из-под палки, победили зэки, фашизм и очередной бред, от которого уже просто тошнит. С другой стороны, огромное количество товарищей с промытым насквозь мозгом, которые везде пишут, что «Мы вообще никакого отношения к этой победе не имеем, это Советский Союз, а не Россия победил, и не мы, а наши прадеды, поэтому нужно, начать, не праздновать, а забыть про этот день». Естественно, ребята, под таким давлением со всех сторон восприятие этого праздника, оно искажается, и отсюда мы имеем такую ситуацию, вот как сейчас, то, что как-то уже вот не очень-то удобно говорить на эту тему, как-то не хочется всем рассказывать о том, что ты празднуешь День Победы, и уж совсем не хочется выходить там на улицу, идти там на какой-нибудь парад или что-нибудь в этом духе. Мой прадед Владимир Иванович Карипанов прошел всю войну с 41 по 45 год. Он служил шофером, заслужил множество наград, среди которых есть, например, медаль за отвагу. И решать, ребята, имеет ли право моя семья праздновать 9 мая или нет, будем мы, а уж никак не какой-то урод из интернета, согласитесь. И под термином «праздновать», ребята, я имею в виду вовсе не пойти и набухаться. Как мне кажется, 9 мая – это хороший повод вспомнить своих предков. Например, вы сейчас у себя на экранах видите упрощенную, скажем так, вариацию моего генеалогического древа, которую мы составляли вместе с моим дедом примерно лет 15 назад. Как вы видите, довольно глубоко удалось копнуть, это не просто пришлось копаться в архивах, но, тем не менее, до 1800-х годов дойти получилось. Наверное, можно и дальше копать, но, к сожалению, для этого требуются какие-то совершенно, наверное, другого уровня ресурсы, чем я располагаю. Неужели, ребята, у вас не возникало желания сделать нечто подобное? Попытаться узнать, кто были ваши предки, когда они жили, где, возможно, кем они были. Я понимаю то, что далеко не всегда есть возможность такую информацию получить, просто потому что, ну, имеет свойство информации теряться с годами, но хотя бы попытаться-то, ребята, точно стоит. Или, например, еще такой вариант. У каждой семьи есть какие-то артефакты, которые хранятся вот просто поколениями, передаются из рук в руки потомкам. И, например, вот вы сейчас на своих экранах видите открытку, которую отправил мой прадед прямо с фронта домой, чтобы дать знать своей жене и своим детям тогда еще маленьким, что у него все более-менее хорошо. Давайте вместе с вами его прочитаем. И, кстати, обратите внимание, как выглядит эта открытка. Она австрийская, да, то есть так классно реально выглядит, красиво все еще. Ей, кстати, 72 года, ребята. И, конечно, состояние ее не идеальное, но оно, если честно, было и тогда таким же. То есть сейчас все это хранится бережно, но вот какие-то пятна остались. Возможно, они были получены еще вот 70 лет назад. Прочитать, ребята, это письмо вот так вот сходу я сейчас дословно не смогу, потому что вы видите, что, ну, сохранилось не очень хорошо. Для этого нужно просить помощи дедушки или бабушки. Они помнят его наизусть, можно сказать, и они смогут прочитать. Но смысл, ребята, в такой, что мой прадед пишет Тане, своей жене, моей прабабушке, что он сейчас в Австрии находится. И в настоящее время с ним все хорошо. Он жив и здоров и ждет, когда его отправят домой. Хотя война и закончилась, но пока этого еще не происходит. Он пишет, что знает, как тяжело без него живется в деревне и просит показать эту открытку своим сыновьям. Это Боря, то есть мой дед, и Анатолий. Это мой вдвоюродный дед, получается, брат моего дедушки. Приписка в конце, что письмо написано в 45-м году, вернее, открытка, да, 16-го числа 5-го месяца, то есть 16-го мая. Это не единственное письмо, просто это лучше всех, наверное, сохранилось, даже при таком вот состоянии, и остальные еще хуже. Ну, ребята, время, к сожалению, такие вещи не щадит. И я думаю, что у многих из вас еще есть нечто подобное, или, может быть, какая-то устная память. И поэтому я хочу устроить такую движуху, в которой, в принципе, могут принять участие многие из вас. Если у вас есть какие-то родственники, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, будь то там на фронте, или, может быть, они в тылу трудились, или, может быть, находились под оккупацией, не дай бог, или еще что-то, вы можете сейчас в комментариях просто об этом написать. Кто это был, да, как его звали, кем, например, он служил, каких успехов, возможно, он добился. Может быть, есть какие-то интересные истории, которые остались в памяти. И вот вообще, все, что вам захочется на эту тему, вы можете написать. А другие люди смогут прочитать об этом и написать, допустим, какой-нибудь тоже комментарий. Мне кажется, это прикольная идея, и многие из вас захотят принять в этом участие. Хотя понимаю, что, ну, возможно, не у всех получится, потому что, к сожалению, еще раз говорю, время не щадит память. И многое, к сожалению, теряется. Такие, ребята, дела. Хочу в завершении этого видео поздравить вас всех с 9 мая, с Днем Великой Победы. И пусть все, кто говорит там, что не можем мы праздновать, пусть они в жопу все идут просто. Мы празднуем, потому что имеем, ребята, с вами на это право. Всем до скорого, ребята. И всем пока. Темная ночь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...